Сегодня все чаще популярной становится покупка жилья для жизни с комфортом, а застройщики стремятся благоустроить территорию своих комплексов и укомплектовать дом разными современными материалами. С этим более-менее все понятно. А что вы знаете об инвестициях в недвижимость? Ну, первое, что приходит на ум – купить квартиру и сдавать ее в аренду с почасовой или ежемесячной оплатой. Также можно поступать и с коммерческими помещениями. Много сейчас строится и апартаментов, жизнь в которых даже не подразумевает регистрацию. Еще можно купить квартиру на начальном этапе строительства и продать подороже после его окончания. Здесь прибыль от инвестиций разовая, но значительно больше в денежном эквиваленте. Покупка такой недвижимости – определенный риск, и нужно внимательно изучать все нюансы, чтобы не прогореть. Отсюда следует еще один вопрос – прибегнуть к помощи профессионалов или самому углубляться в изучение рынка? Говоря о профессионалах в недвижимости, стоит упомянуть инвестиционные компании, которые специализируются на изучении рынка. Они в нашей стране пока не так развиты, как риелторский бизнес. В новом выпуске предлагаем разобраться в этом вопросе и сделать свои выводы. Здравствуйте! Это программа «Недвижимость в деталях». Сегодня мы хотим поговорить об инвестициях в недвижимость. Поэтому мы пришли в офис группы компании «Е3 Групп», чтобы встретиться с ведущим специалистом по инвестициям Дмитрием Морозовым. Дмитрий Морозов Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, факультет корабельной энергетики и автоматики. Работал ведущим менеджером по продажам в компании «Арго», начальником отдела сервисного обслуживания и обеспечения «Флотсервис». Был страховым агентом в компании «Эрго», затем генеральным директором магазина страховых услуг «Ваш Полис» и руководителем отдела продаж в страховом брокере «Инфу». На данный момент сотрудник компании «Е3 Групп». Своей личной задачей считает создавать то, что изменит жизнь каждого к лучшему. Убежден, что страховые продукты компании позволяют людям быть уверенными и защищенными в любой ситуации и в любое время. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, я предлагаю начать с того, что мы проясним вопрос, что же такое, в принципе, инвестирование в недвижимость, потому что я думаю, что не все люди четко понимают, что это. Понимаю вас. Ну, я на самом деле думаю, что многие понимают, что это. Но давайте разберемся с тем, что такое инвестирование. Инвестирование – это вложение денежных средств в цель получения дохода. Здесь сразу же такая небольшая ремарка ко всей нашей будущей беседе. Лично я, например, и наша компания в целом не считаем, что арендный бизнес – это инвестиционный бизнес. Все-таки здесь цель несколько иная. Здесь цель получения арендного регулярного дохода и сохранения денежных средств. Но под инвестициями мы понимаем все-таки вложение денежных средств получением дохода и дохода достаточно значительного. Значительного имеется в виду в том, что выше, как минимум, банковского сектора. Недвижимость надежна, потому что она не волатильна, не так сильно прыгает стоимость метра. Недвижимость интересна, потому что она ликвидна, чтобы не происходило всегда крыши над головой нужна. И недвижимость, она интересна с точки зрения того, что здесь есть инструменты заработка, о которых мы как раз сегодня с вами и поговорим. А почему вот если человек, у него есть какая-то сумма, которую он бы хотел инвестировать? В принципе, можно сделать это самостоятельно, наверное, да? Открыть, не знаю, какой-то сайт с недвижимостью, обратиться в какое-то агентство. Или все-таки лучше делать с посредником, потому что вы можете дать какой-то совет, например, да? Преимущество в чем? Здесь, конечно, я буду предвзят. Я навряд ли скажу о том, что нет, ни в коем случае не обращайтесь к профессионалам, работайте сами. Я всегда всем своим клиентам и инвесторам говорю одно. Это ваше решение, это ваше денежное средство. Самое главное, чтобы оно было взвешено, сбалансировано и принято было правильно. И вот здесь возникают вопросы. Если клиент готов брать на себя риски по доходности, если клиент готов искать объект недвижимости самостоятельно, если клиент считает, что обладает общим объемом информации, ему не нужно ничего дополнительного, ну, слава богу, это профессиональный инвестор, и таких инвесторов достаточно много. Но все равно есть определенные моменты с точки зрения юридической части, с точки зрения стоимости, когда проще все-таки обратиться к посреднику. Тем более, что задача агентства недвижимости, либо инвестиционной компании, все-таки не заработать на клиенте, а помочь клиенту, помочь клиенту приобрести квартиру и заработать в том числе. Но не все, к сожалению, у нас это понимают. Есть очень большие проблемы в том, что многие клиенты стараются узнать информацию у агентства, у брокера, у профессионала, и потом идти, например, к застройщику напрямую, считая, что тем самым они могут получить условия лучше. На самом деле это абсолютно не так. Для вас стоимость не меняется абсолютно никаким образом. Обращаетесь вы в строительную организацию напрямую, либо обращаетесь вы через агента, либо брокера, но зато агент или брокер окажет вам те услуги, которые не сможет оказать застройщик. Ну, например, подбор. Застройщик никогда не расскажет про свои минусы. Ну, а агент всегда может это рассказать, сказать, у какой строительной организации какие плюсы, какие минусы, какой жилой комплекс может быть интересен, какой лучше не рассматривать. Все-таки застройщик заинтересован в продать конкретный дом, конкретный объект. У нас такой задачи нет. Надо экономить свое время, надо экономить свои силы, надо экономить свои деньги. Но если есть желание заниматься этим самостоятельно, ну, почему нет, это интересно, скажу вам честно. Ну, вот вы говорите, если человек готов брать риски на себя и принимать решение самостоятельно, а если он обращается к консультанту, к посреднику какому-то, то вот вероятность каких-то рисков, она снижается, я так понимаю, все-таки? Ну, на самом деле, конечно, все-таки риск получения дохода, если мы говорим про классическое инвестирование, купить на котловане и продать ближе к концу срока, тут никто не может спрогнозировать, какова будет стоимость на 100%. Мы можем сделать оценку максимально приближенную, но мы тоже не можем давать определенных гарантий. Но если все-таки у нас есть эти данные, то у частного инвестора зачастую таких данных нет. Мы нашим инвесторам предлагаем два продукта – индивидуальное и коллективное инвестирование в недвижимость. Индивидуальное – когда сделка происходит только средствами клиента, мы выступаем как консультант. Грубо говоря, мы агентство недвижимости, только мы подбираем квартиру не для жизни, а именно для инвестиций. Но все же риск получения либо неполучения дохода мы не гарантируем, мы только прогнозируем. А вторая составляющая инвестиций в недвижимость – коллективные инвестиции. Здесь наш клиент инвестирует именно в нашу компанию, И мы управляем общим собранным капиталом, сами принимаем решение, куда мы эти средства инвестируем, сами принимаем решение, когда мы из сделок выходим. Это такая аналогия доверительного управления, по большому счету чем-то похожа на банковский вклад-депозит. Вы инвестируете на определенный срок, определенную сумму под фиксированный процент. Самое главное, к чему я всегда призываю, это думать. Думать и считать риски, потому что инвестиции – это всегда риск, и в риске нет ничего страшного. Мы, например, нашим инвесторам не рекомендуем инвестировать в такие районы, как Девяткино, Кудрово, Солнечный город, Шушары. По одной простой причине – это очень перенасыщенные локации. В этих локациях очень активно идет строительство, соответственно, очень много приложений. Вместе с вами выйдет на рынок еще 10-20-100 инвесторов, и вам придется с ними конкурировать и понижать стоимость. Многие, например, не учитывают такую составляющую, как переуступка. Когда вы продаете квартиру, в конце срока строительства вы ее не получаете в собственности, вы уступаете свое право собственности другому человеку. Но эта переуступка стоит денег, и эти денежные средства берет именно строительная организация, и стоит 100 тысяч рублей. И если мы говорим про небольшую квартиру однокомнатную и с расчетом заработать, например, 300 тысяч, то это, конечно, очень сильно ударит по его карману. И вот все эти нюансы, их, безусловно, нужно учитывать, причем учитывать в начале, когда вы только-только начинаете инвестировать. Мы можем работать с землей, покупать, например, в статусе сельхозназначения, переводить в ИЖС, нежевать, продавать участки отдельно. У нас гораздо больше палитра вариантов инвестирования, чем у частного инвестора. Поэтому очень часто задают такой вопрос, как вы можете обеспечивать доходность в 25% годовых, если вы сами говорите о том, что рынок растет на 10, просто мы инвестируем несколько иначе. Мы инвестируем не за счет длительных инвестиций в жилую недвижимость, мы инвестируем за счет большого количества операций именно с недооцененными активами. Мы изначально покупаем дешевле, в дальнейшем продаем дороже. И чем больше мы совершаем сделок в течение года, тем больше мы зарабатываем. И в этом плане в кризис это очень интересно. Причем я эти стратегии рекомендую даже инвесторам, которые по тем или иным причинам хотят заниматься всем самостоятельно, если вы хотите заниматься этим самостоятельно, не ищите объект недвижимости, который будет расти в цене на протяжении двух-трех лет. Эффективность сейчас – это как раз искать недооцененные активы именно на рынке жилого метра, ну что я имею в виду. Например, у кого-то была квартира в ипотеку с инвестиционной целью, у него изменилась ситуация в жизни, он не готов платить эту ипотеку, он эту квартиру продает. Продает естественно срочно, соответственно на рынке появится недооцененный актив, потому что продавать он будет ниже рынка, чтобы продать быстрее. Да, на этом вы не заработаете много, возможно вы заработаете 5-10%, вы сторгуете эту стоимость, но если вы сделаете таких сделок в течение года 2-3, а то и 4, то ваша итоговая доходность будет на уровне 30-40% годовых. А вот то, что Сбербанк недавно запустил программу ипотечного кредитования для апартаментов, это как-то скажется на активности именно в этой области? Использование кредитного плеча – это для каждого из инвесторов очень хороший инструмент, но опять же, он сопряжен с определенными рисками, иногда бывает стоит их проговорить, потому что, если вы используете принцип кредитного плеча и не понимаете точно, когда вы будете продавать объект, то это очень большая проблема, вам будет очень тяжело просчитать доходность, которая будет в конце. И опять же, когда вы понимаете, что подошел тот дедлайн, когда вам нужно продать, но рынок не будет готов к вашему приложению, то каждый месяц простое будет снимать часть прибыли с вас, потому что вы платите за то, что пользуетесь этими деньгами банку. Здесь надо быть уверенным в этом объекте на 100%. На самом деле, инвесторы многие как раз и не используют кредитное плечо. Я в свое время работал с салонами плотно автомобильными, и почти все дорогие автомобили всегда приобретались без кредита. Как раз масс-маркет-сегмент приобретался в кредит. Поэтому крупные инвесторы не всегда используют кредитное плечо. С точки зрения покупки это драйвер, но с точки зрения загрузки, безусловно, это никакого влияния не окажет. Дмитрий, а сейчас давайте прервемся и посмотрим наш сюжет из рубрики «Лайф». Российский рынок, хоть и находится в постоянном становлении на ноги, все же преодолел уже немало критических отметок, да и людям всегда будет нужно жилье. Если говорить о таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, то качество жизни здесь всегда немножко выше среднего по России. Как понять, инвестировать или нет? Ответ максимально прост. Нужно трезво смотреть на вещи и все очень хорошо взвесить. Совершенно необходимо иметь стабильный доход, большое желание и хотя бы минимальный начальный капитал. Его размер можно определить исходя из того, в какую именно недвижимость вы хотите вложить средства. О перепродаже недвижимости мы поговорим в самой программе, а здесь давайте немного о достоинствах и недостатках основных видов жилой недвижимости под сдачу в аренду. Купить квартиру и сдавать ее в аренду посуточно – более прибыльный вариант, чем сдавать долгосрочно, так как доход получается больше. Минусы. Возможно порча имущества от неправильных жильцов, и необходима регулярная уборка квартиры. Купить жилье под хостел. Жилое помещение для этих целей исключается, так как это противоречит закону. Плюсы. Более высокий доход. В большей или меньшей степени хостел всегда будет заселен, а значит вы быстро выйдете на чистую прибыль. Минусы. Нужен помощник или ваше свободное время, чтобы держать помещение в чистоте постоянно. Покупка кроватей и не бабушкин ремонт, а также хорошо бы зарегистрировать индивидуальные предприятия для выписки командировочных листов. Купить загородный дом и сдавать в аренду. Здесь важна транспортная доступность, хороший ремонт, наличие бытовой техники и посуды, а также желательно присматривать за домом и убирать его. Можно сдавать его сезонно. Допустим, летом жить самим, а зимой сдавать. Особенно актуально в Новый год, но можно расширить границы и сдавать под мероприятия. Плюсы. Стабильный доход в любое время года. Минусы. Нелегкий выбор места расположения коттеджа. Наибольшим спросом пользуются дома от 50 квадратных метров с отдельными спальнями. Купить номер в апартаментах и сдавать его в аренду. Апартаменты можно сравнивать с отелями, где есть консьерж, ресепшн и тому подобное. Плюсы. Часто это высокоразвитая инфраструктура, высокий сервис и можно сдавать в аренду с помощью управляющей компании. Минусы. В апартаментах нельзя прописаться, а значит они точно не могут быть основным жильем. Пока апартаменты недостаточно развиты в России и нужно полагаться на ответственность и достойный сервис управляющей компании. Может быть есть смысл вкладывать в недвижимость в странах ЕС? Там доходность она стабильная, потому что все-таки если мы говорим про Россию, да, рынок недвижимости это не такой волатильный рынок. У нас не бывает взлетов на 50% и падений на 100%. У нас есть определенные такие вот риски, которые тяжело учитывать. В какой-то момент рынок все-таки может достаточно серьезно просесть или достаточно серьезно подрасти. В Европе все гораздо спокойнее. Там стратегия на 10 лет это совершенно естественно. Рубль волатилен и мы это видим каждый день. Наверное выгодно частному российскому инвестору, ну как минимум какую-то часть средств держать именно в валюте, как в принципе все финансисты рекомендуют. Это безусловный плюс. Но есть определенные минусы. Минус это контроль. Потому что все-таки здесь вы не имеете контроля над объектом личного, вы должны доверить его в управление кому-то и здесь возникает вопрос кому. Все-таки разная ментальность. Мы немножко иначе подходим к вопросу. У нас есть несколько в Санкт-Петербурге хороших зарубежных компаний и почти всегда мне руководители этих компаний, которые являются иностранцами говорят о том, что тяжело с вами, с русскими, вот у нас совершенно нормально это получать доход в течение 10 лет 6 процентов, это здорово. И как бы у нас это нормально, а для вас это скучно. Для нас писать стратегию на 10 лет это совершенно нормально, для вас это невозможно. И вот эта вот разница ментальности, она немножко все-таки создает определенные барьеры, но я скорее бы рекомендовал, что если есть такая возможность, если есть такое желание, то да, рынок зарубежной недвижимости – это интересный рынок. А если вот эти периферийные районы, как оказалось, не настолько привлекательны, а что касается загородной недвижимости, может она быть объектом инвестирования? Да. Объектом инвестирования может быть любой объект недвижимости. Единственное, что достаточно тяжело инвестировать в загородную недвижимость и не иметь какой-то расчет в общем. В общем, здесь очень много нюансов, у нас есть проекты по загородному строительству, мы очень активно развиваем этот сегмент и безусловно это может быть интересно. Но так как это все-таки частная ситуация каждая, то здесь я бы индивидуально с каждым инвестором обсуждал бы уже условия. Все зависит от конкретно цели, возможностей и желаний клиента. Но это безусловно возможно. Просто почему-то мне кажется, может быть я ошибаюсь, что в целом рост цен на землю, он не настолько стремителен, как рост цен на дома в черте города. Здесь, если мы говорим про землю, да, земля все-таки не растет быстро и чаще всего есть определенные внешние факторы, которые заставляют расти стоимость земли там условно, когда в разливе Лахтинском стали строить башню Газпрома, естественно это увеличило стоимость той земли, которая находится там рядом. В первую очередь важно то, как развивается тот или иной район. Но в целом, я так понимаю, что вся инвестиционная активность в недвижимости, она сосредоточена в Петербурге и Москве. Или в регионах тоже что-то происходит? Если взять так в процентном соотношении, наверное процентов 80 это Санкт-Петербург и Москва, и только процентов 20 это Россия. И то частные регионы, и то это регионы, которые, так скажем, вспыхивают в какой-то момент, как Сочи, например, благодаря Олимпиаде. Туда потянулись инвесторы, ну и сейчас немножко уже активность поутихла. Но Санкт-Петербург и Москва это лидеры безусловные, Москва это лидер безусловный. Многие инвесторы из Москвы инвестируют именно в рынок Санкт-Петербурга. Московский рынок, он интересен, доходность может быть даже и выше, ну опять же, локально. А если мы, например, говорим с точки зрения коммерческой недвижимости, либо жилая недвижимость, то, ну, тоже, опять же, все зависит от ее типа, надо каждую ситуацию рассматривать индивидуально, очень тяжело обобщить. Ну, я правильно вот уже поняла, да, что юридические лица чаще всего инвестируют в коммерческую недвижимость, а физически в жилую, ну, просто потому что, видимо, порог входы тоже различаются, да? Совершенно верно, да. Потому что, ну, в данном случае все-таки юридическое лицо зачастую инвестирует сумму выше, чем физическое лицо. И, конечно, если мы возьмем с точки зрения объема инвестиций, коммерческая недвижимость – это объем гораздо выше, ну, потому что там может быть сделка, которая там закрывается, там, 50 миллионами долларов. С точки зрения количества сделок, ну, безусловно, конечно, жилой метр гораздо больше, потому что частных инвесторов в количественном эквиваленте выше. Ну, коммерческая недвижимость все-таки это ближе к ренте, это больше к аренде и пассивному доходу. Жилая недвижимость – это все-таки ближе с точки зрения такой спекулятивной заработка за счет купли и продажи. Но, опять же, все очень часто. А вот еще этот момент, что с 1 января нынешнего года машиноместа в паркинге многоквартирного дома приравняли к отдельному объекту недвижимости. Это теперь как-то тоже может стать интересным новым инструментом инвестирования? Я могу вам сказать даже больше, что, в принципе, это всегда было достаточно интересно. Я могу сказать больше даже, что ипотеку, насколько я знаю, скоро можно будет брать именно конкретно на покупку паркинга. И, соответственно, это будет вполне возможным отдельным направлением с точки зрения инвестиций. Ну, хотя и он и раньше был. Есть одно «но». Например, многие крупные строительные организации, когда сдают дома и сдают паркинг, этот паркинг является гаражным кооперативом. Соответственно, здесь уже такая история не подойдет с точки зрения ипотеки и тому подобное. Здесь надо разбираться конкретно с каждым застройщиком, конкретно с каждым жилым комплексом. Мне кажется, абсолютно во всех районах города отсутствие парковочных мест – это прям болевая точка почти для любого жилого комплекса. Поэтому, да, безусловно, это может быть интересно, причем даже совершенно независимо от квартиры. Вполне возможно, что у нас появится такая группа инвесторов, которые будут принципиально инвестировать в паркинги. Все, конечно, зависит еще от самого застройщика и от самого дома. Потому что зачастую, если мы говорим про паркинг, который является подземным паркингом в доме, то здесь этот паркинг как раз должен быть собственности и зачастую собственности жилецов за отдельную плату. Но, в принципе, застройщик имеет право на то, чтобы реализовать их к какому-то третьему лицу. Каких-то юридических ограничений нет. Если мы говорим про жилые комплексы, которые не оборудованы подземным паркингом, то эти паркинги строятся рядом. А если они строятся рядом, то это уже, в принципе, совершенно частная история. Он должен быть с точки зрения проекта и согласования строительства, потому что иначе бы администрация района не согласовала бы строительство этого дома. Но если мы говорим про собственность, то здесь цена может быть до полутора миллионов рублей за машину-место. И здесь как бы очень большой разброс. Если мы сдаем пять тысяч рублей в месяц, в течение года это шестьдесят тысяч рублей, а машина-место у нас стоила миллион рублей. Соответственно, нам понадобится порядка пятнадцати лет чуть больше, чтобы просто его купить. Ну, это не столь интересно. Поэтому все надо частно выбирать, надо считать и подходить индивидуально к каждому объекту и проекту. Ну да, тогда уже проще купить какую-нибудь студию на стадии строительства за миллион рублей, наверное. Да, да, безусловно. Ну, а если мы говорим про там двести-триста тысяч, то да, конечно, это может быть интересно. На чем же все-таки зарабатывает посредник, к которому обращается инвестор? Посредник зарабатывает на комиссионах, которые ему оплачивают застройщик. Ну, застройщику выгодно продать через партнера, соответственно, он просто не платит зарплату сотруднику, у него нет расходов на маркетинг, на аренду и все остальное. И поэтому он готов заплатить посреднику за то, что мы нашего клиента привели именно в эту строительную организацию, и здесь, где платят именно строительная организация. Здесь мы именно настроены на то, чтобы помочь клиенту найти именно его объект, и нам не так принципиально, что это будет за строительная организация. Это тоже большой плюс. Ну, заработок строится именно на этом. Ну, а если мы говорим про коллективные инвестиции, то тут понятно, мы участвуем общим собранным капиталом. Соответственно, прибыль общую для компании мы делим и с нашими инвесторами, и с нашей компанией. Мы зарабатываем вместе в такие партнерские взаимоотношения. Тут тоже все достаточно просто и прозрачно. Спасибо большое, Дмитрий. По-моему, получилась интересная беседа. Мне кажется, даже те, кто не очень разбирался в вопросах инвестирования в недвижимость, в общем, для себя очень много поняли. Давайте как в качестве резюме какой-то, может быть, подведем итог. Какие-то пару советов, возможно. В первую очередь, спасибо за доброе слово. Это приятно. С точки зрения совета, первое – понять, готовы ли вы заниматься этим самостоятельно, либо вам нужна помощь. Это очень важно с точки зрения, куда инвестировать, зачем инвестировать, потому что, честно я признаюсь, это несложно, но нужно уделять этому время. Нужно следить за рынком, за его тенденциями, за его изменениями. И очень важны законодательные условия, которые не все инвесторы даже замечают. Например, с этого года изменились условия по налогообложению, и это тоже важно понимать, это тоже определенные риски. Второй момент, который я рекомендовал бы на 100%, пользуйтесь услугами профессионалов. Тем более, что для вас это не стоит никаких дополнительных денежных средств, но профессионал всегда сможет вам дать картину рынка изнутри, и это очень важно, потому что вы узнаете много информации, которую просто невозможно узнать через интернет. Ну и последний совет, если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, это на самом деле не говорит о том, что вы ленивые или что-то идет не так, просто на самом деле каждый должен заниматься своим делом. И каждый профессионал должен быть профессионалом в своей области. Спасибо большое, Дмитрий. Это была программа «Недвижимость в деталях» и ее ведущая Алена Калистова. Следите за нашими новостями на сайте bn.ru и в социальных сетях. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова